МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Национальная задача глава Чуваши провел очередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Не больно, а в Новочебоксарском медицинском центре установили новое оборудование. Дружба Фронтшайт. В столице Чувашии учатся школьники из немецкого города Вайльбург. Сегодня глава Чувашии находится с официальным визитом в Ямало-Ненецком автономном округе. Напомним, что в 2014 году между регионами заключили соглашение о сотрудничестве. Рабочая поездка в Ямал возможность перенять опыт в реализации приоритетных проектов, отметил Михаил Игнатьев. Вот какие подробности сообщил руководитель Республики на своей страничке в Инстаграме. Нахожусь в Ямало-Ненецком автономном округе. Помимо объектов «Газпрома» посетили социальные объекты. В Надыме познакомились с работой недавно открытого инновационного детского сада «Газовичок». В садике есть даже столярная мастерская. Оборудован детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как в Республике борются с хищением бюджетных средств и взятничеством, обсудили в Доме правительства. Глава Чувашии провел очередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный план противодействия коррупции приносит свой эффект. В прошлом году правоохранительные органы Республики выявили 319 преступных фактов. 140 человек стали фигурантами уголовных дел. Если обратиться к структуре возбужденных уголовных дел, то следует отметить, что больше половины, 116, решений о возбуждении уголовного дела приняты по фактам взяточничества. На 27% сократилось количество прекращенных дел. При этом не допущено прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. При расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности установлен ущерб в сумме 44 миллионов рублей. Чтобы возместить причиненный бюджету ущерб, отмечают правоохранители, чаще всего приходится накладывать арест на имущество. В добровольном порядке подозреваемыми и обвиняемыми возбуждено 12,4 миллиона рублей. Вместе с тем необходимо отметить, что количественный рост коррупционной преступности произошел в первую очередь за счет преступлений, связанных с мелким взятничеством, а именно бытовой коррупцией. При этом большая часть этого количественного прироста, а именно 44 эпизода мелкого взятничества достигнута за счет одного мздоимца, трудившегося преподавателем в одном из вузов республики. Важную роль глава республики отвел антикоррупционной экспертизе. Проверки нормативных актов помогают выявлять нерациональные расходы бюджета. Отдельные чиновники будут пользоваться недобросовестно этими лазейками и тоже совершать правонарушения. От подготовки качественных нормативно-правовых документов зависит, конечно, уже правоприменительные практики, насколько мы максимально минимизируем ошибки. Эффективная система контроля должна быть налажена и за теми, кто исполняет госконтракты. На этапе антикоррупционной экспертизы есть нарекания к проектировщикам и подрядчикам. Мы считаем, что в работе строительного контроля есть над чем работать. То есть это и применение, будем говорить так, улучшение операционного контроля, приемочного контроля. Это через внедрение фотофиксации, через составление актов промежуточной приемки. Ущерб бюджету приносят и арендаторы муниципального имущества. Только в столице региона сумма долга превышает 150 миллионов рублей. По отдельным муниципальным образованиям идет рост. Отдельные арендаторы годами не оплачивают, и вы практически никакую неустойку не предъявляете. Уважаемые должностные лица, за бездействие есть тоже норма, которая может повлиять на вас в негативном плане. От властей муниципалитетов глава региона потребовал сократить долговую нагрузку в ближайшее время. На злостных неплательщиков необходимо подавать иски в суды. Михаил Игнатьев отметил, что на первый план выходит и профилактика коррупции. В республике объявлен конкурс на лучшее освещение этой проблемы среди журналистов и молодых ученых. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Андрей Шоклев. Республика. Специалистам группы компаний «Хивель» присуждена премия правительства России в области науки и техники. Церемония награждения состоялась 14 марта. Премия вручная за разработку, промышленное освоение и коммерциализацию технологий создания высокоэффективных кремниевых фотоэлектрических модулей и технологий сооружения солнечных электростанций в регионах России. Так сообщается на официальном сайте предприятия. Сегодня в районе пристани в Новочебоксарске под лед провалился ребенок. Его вытащили оказавшиеся поблизости сотрудники МЧС. Чупа произошло около 9 утра в районе пристани. Как позднее выяснили спасатели, ученик пятого класса местной школы прогуливал уроки. Мы патрулировали с ГОЧС города Новочебоксарска в районе Новочебоксарской пристани. Через какое-то время буквально слышим крик ребенка. На крик побежали. Не добегая до этого ребенка, можно сказать, визуально вижу, что ребенок уже по самые локти в воде. Ребенка вытащили из воды с помощью специального приспособления спасательного конца Александрова. Помогли инспекторам и проходившие мимо студенты. Спасенного школьника передали бригаде скорой помощи. Структура льда совсем уже другая. Это не зимняя, а именно весенняя. Лед рыхлый. Даже та толщина, которая сейчас есть от 7 до 39 см, это не тот лед, который был осенью, зимой. То есть убедительная просьба, пора завершать рыбную ловлю. Далеко от берега не отходить. Тем более река Волга в Ночебоксарске не переходить. В современной технологии для диагностики и лечения юных пациентов в Ночебоксарском медицинском центре установили новое оборудование. Осмотр отоларинголога у Дениса Ефремова неприятных ощущений не вызвал. К тому же было интересно заглянуть в самого себя. Не больно, чекотно и очень интересно. Максимально визуализовать, то есть показать маму, в каком состоянии находится луровый орган и провести необходимую процедуру. То есть это промывание носовых ходов, промывание наружных слуховых проходов от ушной серы. В том числе мы можем здесь высушить наружный слуховой проход после проведения данной процедуры, чтобы наши детки не уходили с мокрыми ушами. Новое оборудование появилось и в кабинете у офтальмолога. Автоматический рефрактометр измеряет и диагностирует зрение маленьких пациентов. Раньше мы ездили в Чебоксары, в МНТК или на Ашмарина. И дорога длительная, он нас очень плохо переносит, транспорт. И мы вот с трудом всегда обследовали наше зрение. Теперь ездить в Чебоксары нет необходимости. Новочебоксарский центр оборудовали по последнему слову медицинской техники, компьютерный комплекс для обследования мозга, УЗИ-аппарат экспертного класса, цифровое рентгеноборудование. Можно делать снимки стоя, можно делать снимки лежа. В год на новом аппарате планируется проводить до 7 тысяч исследований. Все это стало возможным благодаря федеральной целевой программе развития детских поликлиник. Более 35 миллионов направили на закупку оборудования. Все технологии компьютерные, которые есть, они увеличат пропускную способность, скорость диагностики, ну и, я думаю, комфорт пребывания наших детей в поликлинике. К тому же обновилось и внутреннее убранство больницы. Капитальный ремонт коснулся всех этажей здания. На проведение капитального ремонта выделено более 31 миллиона рублей. В рамках этого финансирования было отремонтировано, ну, можно сказать, все практически. То есть была отремонтирована кровля, замена всех коммуникаций, общестроительная работа по ремонту помещений. Ремонт почти завершен. Запустить клинику в полном объеме планируют в начале апреля. Прошлым летом ученики 5-й Чебоксарской гимназии ездили на учебу в Германию. Теперь ответный визит. В столицу Чувашии приехали школьники из немецкого города Вейльбург. Математика, она и в Германии математика. Так решили организаторы образовательной программы, по которой в Чебоксары приехали школьники из Вейльбурга. И постарались включить в учебный план ребят побольше необычных занятий, на которых общение со сверстниками можно совместить с получением практических навыков. На мастер-классе по керамике школьники попробовали слепить кружку. И в Германии, когда мы были, мы тоже занимались таким сплачивающими занятиями. Наша съемочная группа, которая в школе учила английский, уже собиралась прибегнуть к помощи переводчика. Однако этого не потребовалось. У многих ребят русские корни. Они отлично владеют языком. Мы быстро нашли общий язык, и было очень приятно здесь побывать. Я узнаю новых людей, и я тренирую говорить еще лучше по-русски. Первое время гости удивлялись нашей погоде. В их родном городе сейчас плюс 15. Зато холод на улице компенсирует теплый прием, отмечают иностранцы. Мне кажется, что молодые русские, они к себе открыты более, чем немцы. Мне так кажется. И все более как друзья. Преподаватели рассказывают, такие взаимные обмены очень полезны для школьников. Одно дело мы рассказываем на занятиях, как, например, географическое положение, страноведение, традиции, особенности. Мы редко можем рассказать о быте, допустим. Поэтому дети сами, они жили в семьях, увидели, как семьи живут, какие у них традиции, какие правила, что принято. Например, что касается семьи, нашим детям очень понравилось, что обедают, ужинают вместе. То есть, если кто-то там приходит в другое время, обязательно ждут. Я считаю, что вообще очень важно, чтобы молодежь познакомилась, чтобы дети дружили. И потому что это их задача будет вместе строить будущее, так сказать, нашего общества, нашего мира. После занятий «Свободное время» немецкие школьники живут в семьях российских учеников. Ребята ходят в кино, гуляют, вместе занимаются и обсуждают не по-детски серьезные темы. Мы обсуждаем то, как проводим свободное время, обсуждаем музыку, обсуждаем какие-то всемирные темы. Германия славится тем, что они мусор сортируют, и у них достаточно чистая природа, экология у них хорошо развита. И, пожалуй, один из самых приятных способов знакомства с нашей страной – обед. Особенно понравились блины. Теперь это не экзотика, а любимое лакомство. Ольга Пырочкина, Павел Оридков, Республика. Чувашская Республика заняла первое место по итогам конкурса среди субъектов Центрального военного округа на лучшую подготовку граждан к военной службе в 2018 году. Итоги объявили на днях в Иркутске. В прошлом году норма призыва граждан на военную службу, установленная штабом Чувашии, выполнена на 100%. Отправлено в войска более 2,5 тысяч человек. С сегодняшнего дня, 20 марта, в Чувашии, как и по всей России, начинается досрочная сдача единого государственного экзамена. В нем принимают участие выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей. На этот раз желание сдать ЕГЭ изъявили 263 человека. В перечне предметов – русский язык, математика, общество знания, физика и другие. Правила проведения, как на обычном ЕГЭ, чтобы исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам. Проверка знаний будет проходить под онлайн-видеонаблюдение. Сегодня прошли экзамены по географии и литературе. 22 марта состоится самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Как гласит древняя легенда, однажды девушка обвела на стене тень своего любимого мужчины. Так появилась станковая живопись. Что сегодня подразумевается под этим понятием и как можно подробнее познакомиться с жанром, узнали мои коллеги, побывав на презентации монографии искусствоведа Юрия Викторова. Станковая живопись, как следует из названия, произведение изобразительного искусства, выполненное на станке, то есть на мольберте. Искусствовед Юрий Викторов в своей монографии проследил эволюцию основных жанров чувашской станковой живописи. Исторического, бытового, портретного, пейзажного и натюрмортного. И как выяснилось на презентации, сделал большой подарок коллегам по цеху. Сегодня для меня великий праздник. Презентация вот этой монографии, это радость для нас, музейщиков, потому что 200 произведений из наших фондов вошли в эту монографию. То есть они уже, помимо того, что они находятся в фондах художественного музея и в постоянной экспозиции, они уже увековечены. Не каждая республика имеет подобные здания. Я специально интересовался этим. И могу действительно для себя и для вас с гордостью заявить, что чувашские искусства зданий идет настолько, не только много со временем, а опережая, я бы даже сказал, многие исследования других соседей наших. В новом издании представлены работы выдающихся мастеров чувашской живописи. Спиридонова, Миттова, Овчинникова, Проскивити и других. Монография «Станковая живопись» адресована не только искусствоведам и специалистам, изучающим духовную культуру чувашского народа, но и всем, кто хочет расширить свой кругозор, удовлетворить эстетические запросы. «Россия, любимая мною до слез» под таким названием прошла литературная встреча с поэтом Дмитрием Поздеевым. «Волшебная страна по ступенькам школьных лет. Россия, любимая мною до слез». Три книги Дмитрия Поздеева выдвинуты на сыскание государственной премии Чувашии в области литературы и искусства за 2018 год. И, конечно, именно о них шла речь на круглом столе, участниками которого стали специалисты в области литературы ведения, коллеги по творческому цеху. Сам автор особо выделяет книгу «Россия, любимая мною до слез». «Эта книга создана на основе моих путешествий по нашей стране. Когда в какой-то район приезжаешь, смотришь на природу, на культуру, которая там представлена, на людей, которые там работают, живут, и чувствуешь, что очень интересный материал собирается. В каждом регионе своя изюминка. Вот у нас 89 регионов, значит, 89 изюминок я собрал, можно сказать, почти во всех побывал, да. Но, конечно, к стихи не про каждый район. Уж не так быстро стихи пишутся, как хотелось бы». Дмитрий Поздеев написал 8 книг, и все они отличаются легкостью слова и яркими образами, что особенно важно для юного читателя. «Его поэзии, которые направлены на формирование патриотического и духовно-нравственной основы будущих наших граждан, то есть школьников, начиная от дошколят и заканчивая уже более старшими классами. Творчество Дмитрия Анатольевича, оно должно быть оценено объективно и, естественно, на мой взгляд, конечно, достойно данной премии». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра в эфире национального телевидения «Чуваши». На улице весна, пора обновлений. Теперь в Чебоксарах есть точный адрес, где легко можно найти качественную и стильную верхнюю одежду. Ярмарка «Ермак» расположена по адресу Максима Горького 49. Ассортимент новой весенней коллекции впечатляет своим разнообразием. Здесь более 5000 моделей современной верхней одежды фабричного производства. Подходящую для себя модель найдут и юные модницы, и солидные дамы. «Мы привезли новую весеннюю коллекцию верхней одежды 2019 года, которая приятно вас удивит своим ассортиментом. Более 5000 наименований курток, пуховиков, пальто и плащей. Все хорошего качества, так как отшивается на наших российских фабриках с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Елизавета Данилова с мужем приехали на ярмарку из района. Пришли за одной курткой, а в итоге купили сразу три. Про Ермак мы узнали через телевидение и решили заехать. А как заехали, посмотрели ассортимент большой. Мы выбрали всей семье продукцию эту. А и мужу, дочери и себе. Никого не обидели. А по цене как? По цене, так, средняя. Средняя по нашей республике, скажем. Мужчинам тоже есть из чего выбрать. Здесь для них отведена целая половина магазина. Не потеряться в мире разных моделей, цветов и размеров помогут отзывчивые продавцы-консультанты. Ценовая политика здесь очень гибкая и начинается с 2200 рублей. Торопитесь! Ярмарка верхней одежды по адресу Максима Горького 49. Работает без выходных. По будням с 10 до 20 и с 10 до 18 по выходным. В жилом районе Солнечный, который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом Лента, началось строительство нового жилого квартала Солнечный парк. В скором времени здесь вырастет 16-этажный четырехподъездный дом, собственный автономной котельной. Микрорайон расположен в очень живописном месте, рядом с лесом. В шаговой доступности находится автомобильная дорога. В данный момент за мной происходит забивка свая позиции 24. Это четырехподъездный панельный дом. Работа проводится без выходных дней. Преимущество панельного дома перед Кирпичным в том, что дом собирается из панелей, которые производятся на заводе. Может собираться в любое, практически при любых погодных условиях. Дом будет сдан в третьем квартале 2020 года. Мы уверены, что дом сдадим вовремя. Для этого все предпосылки есть. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компании «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. С открытием этого нового проекта «Микрон Солнечный» объемы продаж компании сильно-сильно увеличились. Это видно и по объему ввода жилья за 2018 год. Это видим мы по тому, сколько клиентов выбирает квартира именно в Солнечном. Поэтому все позиции группы компании «Удача» аккредитованы в Сбербанке. Мы выдаем ипотеку без поручителей и оформляем ее очень-очень быстро. Быстрота оформления обусловлена и ценами на квартиры в Солнечном. Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. Сейчас у нас старт продаж. Уже как две недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 миллион 864 тысяч рублей. Это тоже очень выгодно. Низкие цены на квартиры – это только часть преимуществ. Уже летом 2019 года в микрорайоне заработает детский сад на 110 мест и начнется строительство еще одного на 250. В Солнечном будет и своя современная общеобразовательная школа, где смогут обучаться 1100 ребят. В августе 2019 года закончится строительство четырехполосной автодороги, которая соединит «Солнечный» с проспектом тракторостроителей, по которой в последующем будет запущен общественный транспорт. Оценить преимущества городской и загородной жизни в «Солнечном» смогли уже 3000 человек. В микрорайоне введены в эксплуатацию 9 домов. Нам здесь очень нравится. Мы здесь живем уже полтора года. Здесь нравится нам природа. Рядом лес. Мы постоянно гуляем там и зимой, и летом. Зимой можно на лыжах кататься. Нам каток построил застройщик. Там на коньках мы катаемся тоже. Горку построили. Вообще, вот здесь чистый воздух. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район «Солнечный» одним из самых привлекательных в Чувашии. По номеру 410000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Цены действительны до конца марта 2019 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова